Американские миллиардеры с 18 марта, с начала пандемии, разбогатели в совокупности более чем на 500 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в докладе Американской неправительственной организации Институт политических исследований, опубликованном 4 июня. В первую очередь речь идёт о владельцах и основателях компаний, деятельность которых напрямую связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете, спрос на которые резко вырос в условиях пандемии. Составители доклада заостряют внимание на том, что пандемия крайне негативно сказалась на благосостоянии простых американцев. Так они приводят опубликованные ранее данные Минтруда, согласно которым число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние 11 недель превысило 42 миллиона. В то же время указывают эксперты, совокупное состояние миллиардеров в США выросло на 565 миллиардов долларов. По подсчётам специалистов, это на 19,15% превышает показатели зафиксированные до начала пандемии. К настоящему моменту общая сумма средств, находящихся в распоряжении американских миллиардеров, составляет более 3,5 триллиона долларов. Эксперты при этом особо выделяют ряд богачей, которым удалось приумножить своё состояние более чем на 10 миллиардов долларов без малого за три месяца. В их числе глава корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос. Они разбогатели на 36 миллиардов 200 миллионов и 12 миллиардов 600 миллионов долларов соответственно. Глава компании Facebook Марк Цукерберг улучшил своё финансовое состояние на 30 миллиардов 100 миллионов. Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск на 14 миллиардов 100 миллионов. Основатели корпорации Google Сергей Брин и Ларри Пейдж оба почти на 14 миллиардов. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс разбогател почти на 12 миллиардов. А её бывший гендиректор Стив Балмер на 13 миллиардов 300 миллионов. Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг разбогател на 12 миллиардов 100 миллионов. А один из основателей фирмы спортивной одежды Nike Phil Knight на 11 миллиардов 600 миллионов долларов. По информации университета Джонса Хопкинса, который приводит подсчёты на основе данных федеральных и местных властей, в США количество зафиксированных случаев подбирается к 2 миллионам. Более 100 тысяч человек скончались и около полумиллиона выздоровели.